И вдруг я открываю интернет и вижу, что вроде как видный, как мы раньше говорили, российский журналист, целый главный редактор, бывший радиостанции Эхо Москвы, публикует у себя в ресурсах части моего тела, выдавая чьи-то колени за мои. Я не верю в это, что рассказывая подробно про фейки на примере вот таких больших и глобальных проблем, я вдруг сталкиваюсь с такой чушью, небылицей, честно говоря, ставит это в тупик, как на это вообще все реагировать. Ну вот к вопросу относительно того, что от великого до ничтожного, вот он один шаг. И мы никогда не знаем, какова цена, которую заплатит конкретный человек, общество, наша планета за фейк любого масштаба. Цена может быть огромной. Да, это комичная история, но она очень, опять же, показательна, потому что человек, которому многие, многие годы, если не десятилетия, доверяли и доверяли по очень серьезным вопросам, и который руководил радиостанцией, может вот так бабахнуть в запале, я уж не знаю чего, информацию о знакомом ему человеке, у которого есть его мобильный телефон, и мы на связи и так далее, то значит все, значит мы живем уже в таком мире отсутствия фактчекинга, необходимости проверки информации какой-либо ответственности, что чего уж больше. Ну хорошо, это я, у меня есть мои информационные ресурсы, у меня есть, так сказать, возможность реперировать к вам, к прессе, к моим коллегам, товарищам, я могу моментально эту ситуацию, условно говоря, разрешить. А что нам делать с тем массивом информации, которую выдавал или он, или его коллеги? А он удалил, кстати. Еще он не удалил, зачем? Это удалить, это значит признать собственную вину, собственную ошибку, это может быть не вина, может быть ошибка. Зачем? В этом и суть проблемы фейков, что их не удаляют, они живут, и мало того, даже если кто-то, автор запустивший его, это удалит, то они живут уже самостоятельной жизнью в виде скриншотов, перепостов, ссылок, цитат, описаний и так далее. Но я бы хотела сегодня сказать еще об одном примере, потом, наверное, сделать вывод, какой-то глобальный, да, такой. Вот на самом деле это два примера очень ярких, из разных областей, а вот теперь действительно то, что приводит к трагедии. Ситуация в Буче. Посмотрите, как развивалась история. Утро, да, вечер-утро, но началось с утра. Мы получаем десятки, переходящие в сотни телефонных звонков наше посольство. Мы как ведомство, наши коллеги, Министерство обороны, все звонят сначала корреспонденты, потом руководители международных редакций, потом начинают звонить главные редактора. Как ответить на этот вопрос? А вопрос формулируется именно таким образом. Украинская сторона, там, киевский режим, соответствующие какие-то западные структуры обвиняют Россию в массовых военных преступлениях на территории мирного города в отношении гражданских лиц. Как вы можете это прокомментировать? Как ты можешь это прокомментировать, когда ты понятия не имеешь, и никто из нас понятия не имел до этого момента, а что там такое в этом городе Буче? Понимаете? И начинается, вот теперь два пути. Первое. Начать сразу как бы все отрицать, потому что, в принципе, об этом ничего не знаешь. Но тогда ты идешь методологией, не шагами, но методологией ты используешь ту же самую. То есть ты не идешь путем факт-чекинга, ты сразу бросаешься в бой. Этого делать нельзя. Даже самые очевидные вещи требуют перепроверки, если ты стоишь на этих позициях, если ты против фейков. Идем дальше. Значит, второй путь – это проверка фактов. Как проверять факты, которых нет? Дальше. Вы проигрываете во времени, вы проигрываете в реакции. Я была на связи со всеми в эти часы. Вот буквально со всеми. Вы просто не представляете, до какого уровня со всеми. Мы все были на связи друг с другом. Все, буквально все. Потому что никто не мог себе представить, что 22-й год, 21-го века, возможно, провокация такого масштаба и уровня. Только раньше, когда мы говорили «провокация», мы имели в виду все-таки нечто предшествующее какому-то событию. В данном случае это все вместе. Провокация, преступление однозначно, конечно, и фейк, дезинформация, ложный след и так далее, и так далее. И дальнейший повод для обвинений и так далее. И через какое-то время на это ушло. И вот, не представляете, мне звонят главные редуктори газет уже и говорят, «Ты понимаешь, нам сдавать номер?» И ты понимаешь, что мы должны это написать? Я говорю, «А ты понимаешь, что мы обязаны проверить все?» Притом, что мы знаем, что есть на самом деле, но мы обязаны это сделать. И в результате начинаются комментарии, в результате по каждому направлению мы выдаем пактологическую информацию, и в результате мы засываем Совет Безопасности. Он в связи с этой ситуацией. Но прошло несколько часов. И, конечно, международное информационное поле, соответственно, и общественное мнение, оно было уже взрыхлено. А что это такое общественное мнение? А я вам расскажу. Ведь сейчас очень модный термин. Он модный не потому, что он какой-то трендовый, а потому что это действительно часть социологии, психологии, ну, одна из граней нашего современного мира. Это эмоциональный интеллект. Когда человек воспринимает информацию, не пропуская её через сознание, не проверяя её через какие-либо источники, а воспринимая её на эмоциональном уровне и формируя своё отношение именно через эмоцию. А это просто питательная среда для фейков. Маленькая фотография, небольшая подпись, какая-то ссылка на очень похожее нечто. Ну, условно говоря, не мир России сегодня, а просто Россия точка сегодня. Всё очень похоже. Цветовая колористика, всё то же самое, очень близко. Эмоциональный интеллект позволяет человеку моментально квалифицировать это как пактологическую информацию, принятие содержания и всё. И дальше, что самое интересное, не опровержение человека никогда не догонит, потому что всё, человек для себя этот вывод сделал. Но самое главное, он и сам не будет дальше заниматься поиском. Он знает эту информацию, у него нет вопросов, он её воспринял. Дальше это очень глубокая проблема. Средства массовой коммуникации, доставки, намеренные фабрики фейков, которые сидят и работают. Следующий слой проблемы – как на это реагировать, опускаться ли до этого же уровня, потому что очень многие считают, что это единственное противоядие, единственный антидот или держаться и так далее. Я могу сказать о нашем ведомстве. Мы абсолютно для себя чётко решили, определили, что что бы то ни было, но мы никогда этому ни в какой форме, а формы бывают разные, не будем привержены. И надеюсь, что так и будет всегда. И, конечно, я хотела бы обратить ваше внимание на удивительную цитату. Все очень часто используют в последнее время это произведение. Ну и здесь на 1984. Напомню, оно было написано в 1949 году. Можно я процитирую, потому что это фантастическая цитата. Ещё раз, 1949 год. Только что прошла Вторая мировая. Половина мира разрушена или только находится в моменте вообще осознания себя. И вот автор пишет. Прямая цитата из произведения. Какой-то начальственный ум во внутренней партии выберет одну версию, отредактирует её, приведёт в действие сложный механизм перекрёстных ссылок, после чего избранная ложь будет сдана на постоянное хранение и сделается правдой. Если все принимают ложь на вязаную партии, если во всех документах одна и та же песня, тогда эта ложь поселяется в истории, становится правдой. Кто управляет прошлым, власть партии милонгом, тот управляет будущим, кто управляет настоящим, тот управляет прошлым. То, что истина сейчас, истина от века и на веки вечные, всё очень просто. Нужна всего-навсего непрерывная цепь побед над собственной памятью. Это называется «Покорение действительности» на новоязи двоемыслия. И последнее, что я хочу сказать, две цитаты двух, я бы сказала, выдающихся, но поставлю в кавычки деятелей современности. Ли Страс, британский министр иностранных дел, и Джордж Буш-младший, экс-президент Соединённых Штатов Америки. Оба представители, так или иначе, дип-стейта. Один дип-стейт, вторая, ну я не знаю, пред-дип-стейт или около-дип-стейт. Но в любом случае, люди, связанные с миром, соответствующим с миром спецслужб и так далее, связанные не просто, как бы, на эмоциональном уровне, а крепко связанные. Так вот, оба, посмотрите, что говорят. Одна приехала в Москву на вопрос относительно позиции Британии в 90-х лет по проблематике сепаратизма. Ответила просто. Прекратите смотреть в прошлое. Джордж Буш, я сейчас сказал в интервью коллегам, что он сказал? Он сказал, вы слишком сфокусированы, зациклены на прошлом. Всё, всё сбылось. Спасибо.